Здравствуйте, дорогие друзья! Пятница, полдень с хвостиком, а значит, в эфире PLNFM. Ваши любимые передачи Хайпажоры в студии. Я Сергей Васильев и моя постоянная соведущая Ксения Журавкова. Добрый день, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нас с видео на нашем YouTube-канале, в нашем сообществе ВКонтакте. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, высказывайте на обсуждаемые нами темы. Напомним, в этой программе мы обсуждаем соцсети, технологии коммуникации в интернете и, собственно, то, что в этих соцсетях обсуждают, что самое хайповое, заметное, интересное. По традиции у нас вначале идет дайджест коротких относительно новостей. Давай не будем, как всегда, изменять традиции. И сделаем дайджест на полпрограммы. Да, именно, традиции сильны своим постоянством. За эти две недели было немало таких заметных, интересных вещей. Ну, например, на Ближнем Востоке неспокойно и хуситы чуть не обболели мировой интернет, которому исполнилось, опять же, в эти две недели 35 лет, но об этом чуть позже. В общем, как заявляется, перерезали они несколько кобелей, был какой-то большой довольно сбой. Вот, у разных, причем, соцсетей вы летаете по-разному. И это как раз повод для того, чтобы погордиться за наш любимый мессенджер Telegram, потому что его создатель Павел Дуров потом похвастался, что телега, как ее называют, была недоступна всего там... Несколько минут. Да, но это вообще всего 9 минут в течение 2023 года она была недоступна, а из-за сбоя, я так понял, что или вообще не коснулся он телеги, или там какие-то частные случаи были. Слушай, но там же писали, что там условно 4 кабеля перерезали, то есть как-то, видимо, телеге просто повезло на этот раз. Нет, там немножко по-другому, то есть, естественно, кабеля, они не уникальны, они дублируют немножечко друг друга, да, защищенные там системы, но вот у таких соцсетей, как Facebook или Instagram, запрещенных, заблокированных Россией, которые принадлежат признанной экстремистской, запрещенной компанией мета. В общем, у них, я так понял, сбой как раз был куда более масштабный, их инфраструктура плохо, хуже подготовлена к таким скачкам, скажем, напряжения, да, и вот, собственно, Павел Дуров похвалился тем, что, несмотря на то, что у него в тысячу раз меньше штатных сотрудников, чем у этой запрещенной меты, но, в общем, все зато работало у Телеграма и удается запускать новые функции и внедрять инновации быстрее. Это новость, знаешь, в чем хороша? Мне кажется, что люди так уже воспринимают интернет, как что-то такое незыблемое и, безусловно, существующее, а тут все такие, а, какие-то есть провода, какие-то есть кабели, что-то все-таки это можно нарушить. Здесь должна быть шутка какая-нибудь про зумеров, там, я не знаю, но, в общем, да, оказалось, что, да, вот, видеть, что даже, там, хусидская группировка, в общем, может все это положить. И, на самом деле, в такие моменты, уже когда ты сталкиваешься, вот, да, когда у нас, там, после 11-ти не было, там, интернета в городе, еще какие-то были сбои, и ты уже, правда, начинаешь даже думать не про социальные сети, да, к которым у тебя ограничен доступ и к информации, соответственно, сразу тоже, а уже такой про банки, карты, токсины, то есть какие-то насущные штуки, которые совсем незаметно встроились в нашу жизнь исключительно с помощью, как бы, интернета. Это кажется такой повседневностью, а можно вот так этого лишиться. И, кстати, и, кстати, вот, опять же, помнишь, сколько мы обсуждали про все эти учения в России, над которыми все как раз смеяли, что это буквально только для того, чтобы устроить чебурнет страшный, да, с железным цифровым занавесом, да, и не давать нам поглядеть, а как там у них, их нравы, вот, оказалось, что нет, что, как бы, если у них что-то вот обвалится, обвалится у них, как оказалось, может, да, вдруг, как бы, у нас должно все при этом работать. Ну, кстати, вот, неизвестно, было ли какое-то последствие для российского сегмента инфраструктуры. Ну, вроде что не было слышно, но тут, понимаешь, как бы, известно, что все, что создается во благо в России, может использоваться как угодно, поэтому опасения, я думаю, все равно не случайны. Об этом тоже сейчас буквально через одну новость, но еще давай про Телеграм напрямую договорим, вот, Павел Дуров заявил, что, во-первых, он дал первое за 7 лет интервью, и заявил, что Телеграм планирует выход на IPO, да, на биржу, и предварительно, и потенциальные инвесторы оценили стоимость Телеграма в 30 миллиардов долларов, вот, много это или мало. А за сколько Твиттер покупал Илон Маск, не помнишь ты? Мне кажется, подороже, но там, ну, в общем, как бы президентские выборы в Америке, да, с Телеграмом пока не все так однозначно, вот, но, тем не менее, в копилку бесполезных знаний, что называется. Вот, еще из новостей, Папа Римский теперь срегистрировался в Телеграм. Ну, наконец-то, слава богам. Вот, так вот, ты сейчас ходишь по очень тонким граням закон об оскорблении чувств верующих. А что, так, нет. Во множественном числе, это что-то языческое вообще. А что, у нас свобода вероисповедания? Может быть, я языческий? Давай, сменим тему. Вот, и в Телеграм появилась функция для бизнес-пользователей. Новый Телеграм стоит такой площадкой, которая может стать вот каналом коммуникации, всяческой, и сразу же и продажи товаров, и чат-ботом, да, для общения с потенциальными клиентами. В общем, как раз для малого бизнеса, в первую очередь. И товары там, да. Там и готовый чат-бот, если там можно на постоянные, ну, типичные вопросы, сразу же заготовленный ответ выбирать и так далее. То есть, вот буквально каким-нибудь мастерам там ноготочков или чего-нибудь максимально удобно, наверное, будет. Запись можно автоматически сделать. Да, у тех, у кого есть Телеграм-премиум, вы можете посмотреть, что там появилось. Класс. Это вообще будущее, я считаю. Да, ну, а теперь раз ты говоришь о том, что все, что создано во благо, может быть использовано и не очень во благо, давай про нашу новость. Псковская область, как и несколько других, например, Орловская, Чеченская республика, Амурская область и Камчатский край, закупают доступ к некой системе инсайдер, которая используется для дианонимонизации пользователей в Телеграме. В общем, и даже если у вас в Телеграме там не стоит вашего имени, фамилии в аккаунте, или они скрыты как-то, в общем, тоже эта система... Телефон ваш найдут, да? Система сможет вычислить как-то там ваш ID, а по ней через совпадение в других базах, возможно, возможно, да, когда все-таки на вас могут выйти. Это, то есть, к тому, что комментарии не нужно оставлять, или к чему? Да, ну, видимо, как бы по комментариям могут найти вас, если вы там чего-то будете, собственно, как бы много комментировать, что называется. Эпоха, знаешь, вот этого вот «я тебя найду». Да, все становится реальностью. Страсть. Вот, ну, еще есть хорошие новости, псковских тоже маленьких. Система есть и хорошая. Да, да, вот это такая частная новость, ну, один из таких заметных псковских YouTube-блогеров и создатель такого уже, в общем, заметного сообщества, очень локального сообщества, ну, там, столяров, хендмейтщиков и прочих. Вячеслав Гордин, да, вот, многим, наверное, известен, он в России, в принципе, известен по этой тематике именно, он замутил с одним из своих коллег некий онлайн-сериал, в общем, про жизнь вот этих столярных мастерских, то есть какие-то такие даже псковские блогеры пытаются такие современные, там, масштабные проекты запускать на всю страну. Прикольно, а ты видел что-то, смотришь? Да, 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 я обычные выпуски смотрю, здесь вот тизеры они выкатили, как бы, я, в общем, тоже с интересом смотрю, как бы, будем наблюдать. Вообще, как бы, например, на его примере я увидел впервые вообще функционал Телеграма для создания буквально форума в сообществе, там же можно сделать не просто вот канал, а разделенный на множество под вкладок, в общем, когда огромное сообщество, я, в общем, мало где такое видел, даже в других тематических, там, по-моему, хобби-каналам мало где используют, а здесь вот очень, как бы, круто, и там тысячи, в общем, каждый день комментариев, сотни людей, в общем, сидят, или тысячи, я не знаю, в общем, тоже крутой кейс, на самом деле. Вообще, думаю, что для наших радиослушателей ты открываешь вообще новую вот эту вселенную, типа, что, Столяра, Псковские какие-то, известные чуваки, скажи еще раз, наверное, пожалуйста, как называется? Ну, канал Гордин называется, Гордин, через 2е пишется, в общем, как бы, легко найти и погуглить, да, он со многими, со многими федеральными, там, сетями и площадками сотрудничает уже, привлекают его и так далее. В общем, интересный такой контент. Да, ну и последнее, вот теперь плохие немножко новости, да, из Дальшеста, плохие новости для зумеров, ну, то есть для поганой, в кавычках, да, молодежи, что называется. Вот, ученые, ученые, неизвестно, британские или нет, выяснили, что чем раньше ребенок познакомится со смартфоном, тем больше психологических расстройств будет у него во взрослой жизни. Тех, кто уже в 6-7-летнем возрасте скроллит ленту, будет чаще других беспокоить всякие зависимости, агрессии, чувства вины, оторванность от реальности, ну, и соосудальные мысли. Вот, это исследователи проверили 27 тысяч человек от 18 до 24 лет. Как будто 27 тысяч человек, во-первых, не очень много, а вторых... Нет, это большая выборка для исследований. Ну, слушай, я сторонница думать, что это все прогресс, так выглядит человечество, и ничего с этим как бы не сделаешь, сопротивляться нет смысла. Это да, это нужно сказать, что как бы развилка такая, или как бы, скорее всего, ребенок в взрослой жизни будет испытывать все эти груз психологических проблем из-за того, что вот он скроллил ленту, или он будет испытывать груз психологических проблем от неустроенности, от невозможности, как бы, ну, достижения успеха, как бы, пользования каким-нибудь, в общем, ну, нормальной конкуренцией в обществе и прочее, прочее, прочее. Ну, пора уже просто нормальные делать, знаешь, какие-то методички, там, этим исследователям, психологам, вот, инструкции для родителей, понимаешь, там, от 3 до 6 лет, планшет на полчаса, раз в 2 дня, там, как бы, ну, какую-то базу. Слушай, инструкции все хороши, и к самому можно себе даже пытаться придумать, как бы, вопрос в том, как их реализовать, это уже другой момент. Ладно, давай. Ну, ладно, давай я справедливости ради скажу, что я не зумер, но, как бы, ну, рядом с зумерами, но у меня, я и не скроллила с детства никаких лент, но тревога, тревога, беспокойство о будущем, апатия и все вот это. Погоди, я так понимаю, исследования были не в России, поэтому давай не будем на... Это не важно, у меня все равно все это есть, и никуда не деться, поэтому скрольте себе спокойно, что угодно, это все неизбежно. Возможно, это вообще последствия, ну, как бы, стремительно меняющегося мира и меняющихся коммуникаций, которые принес нам 35 лет назад интернет. Напомню, что 13 марта 1989 года британский ученый Тим Бернерс Ли обратился к самому боссу Майку Сэндаллу с предложением разрабатывать систему управления информацией с помощью компьютеров и телекоммуникационной связи, который, проект стал известен как всемирная паутина, да, World Wide Web. И, собственно, этот Тим Бернерс Ли считается, в общем, родителем интернета, современным его представлением. То есть технологии-то, понятно, там связь через какие-то модемы между университетами еще там при военном ведомстве в США как бы сделали. Но вот именно он для ученых ЦЕРН, Европейского института вот этого ядерных исследований, разработал все, на чем, собственно, интернет современно и основан. Это и URL протоколы, и URI, как бы, то есть адрес страничек в интернете, и HTTP, сама, в общем, технология, благодаря чему мы можем видеть сайты, скажем, и HTML, язык разметки тоже, благодаря чему вообще все сайты существуют. Что-то ты обычно, как обычно, заговорил. Да, в общем, он придумал как бы все базовые, там, основные такие штуки. И что там, как у него дела? И да, и вот он по случаю 35-летия детища своего написал публичное письмо городу и миру, буквально, всяким правительствам и гражданам, в котором выразил крайнее беспокойство относительно текущего состояния интернета. В общем, Бернер Слей подчеркивает, что куда-то мы свернули не туда, и интернет современный максимально далек, ну или не максимально, в общем, далек от идеалов, на котором его, собственно, все вот эти создатели и конструировали. Как и мир, собственно. Да, демократизация, децентрализация и сотрудничество. Сейчас он говорит, ну, поскольку ориентирован больше, естественно, на западный мир, что, в общем, большие корпорации захватили власть в интернете, в общем, диктуют свою железную капиталистическую волю, множество всяких запретов там и прочего, прочего. В конце хочется добавить, давайте раздадим интернет бедным, да? На самом деле есть, кстати, такие технологии, ну не то, что технологии, а есть, да, проекты, технологии, которые вроде как даже всякие эти большие корпорации якобы поддерживают, хотя мне кажется, что это вот, если нельзя остановиться, надо возглавить и дестабилизировать, которые предполагают, в общем, именно децентрализацию максимальную, когда информация поддерживается, ну, энтузиастами, то есть нужно вкладываться самому в серверы, там, поддерживать и так далее. В общем, такие технологии... Такое ощущение, что так работает крипта, нет? Слушай, ну, там, наверное, да, да. Я имею в виду децентрализацию. Какие-то сходные штуки есть, вряд ли это возможно вообще, в принципе, это вот можно было на волне идеалов. Появление интернета сейчас, конечно, такого невозможно, но, в общем, сложно не согласиться. И, как известно, мы уже выяснили, что все создается с благими целями, а куда потом приходит финал, походу, один у всего. В общем, ученый призывает общественности, регулирующие органы, принять меры к восстановлению первоначальных идеалов интернета, направленных на поддержку открытости, децентрализации и сотрудничества. Как же интересно это сейчас сделать, он собирается. В общем, слушай, ну, как сделать, он не говорит, конечно, но вообще выступление такого заметного ученого, а он не просто как бы, ну, какой-то бывший, да, бедурочек, он еще сейчас руководитель так называемого консорциума всемирной паутины, В3Ц, да, которая, собственно, и определяет вообще сейчас эти технологии. То есть что-то утверждает, и все браузеры, компании начинают это применять, то есть компания, которая определяет стандарты интернета на данный момент, вот, для того, чтобы все у всех работало как надо. Вот, поэтому он как бы не последний, что называется, человек, это, конечно, важное выступление, хоть и такое общее максимально, да, в общем, это замечание, которое на многих как-то так или иначе интеллектуалов, там, и лидеров отрасли рынка так или иначе, скорее всего, будет воздействовать и будут иметь его в виду, и, возможно, какие-то, в общем, как бы последствия этого будут. Посмотрим, как оно случится. Вот, ну, давай к следующей теме переходить, к нашей любимой теме, про очередные запреты. Ну, наконец-то, в общем, что бы еще такое запретить? Ну, во-первых, продолжение истории, да, длится с попыткой блокировок всяких для иноагентов. Вот, мы уже обсуждали, что после запрета рекламы, размещения у иноагентов, многие из них объявили о закрытии, например, своих каких-нибудь ютуб-шоу и прочее, прочее, прочее. Кто-то перестал, наоборот, ставить плашку вот эту Роскомнадзоровскую. В общем, ожидаемые сложности это вызвало. Безусловно, и, в общем, продолжаются появляться сообщения, там, регулярно, и уж даже те, кто еще пытается как-то барахтаться, как оно будет, посмотрим, что называется, найдутся ли там финансовые потоки, да, чтобы они могли, в общем, в прежнем режиме заниматься тем, чем занимались. Но на этом Госдума, конечно, не останавливается, и, в общем, обсуждается запрет на выплату вознаграждений агентам по авторским правам. А это, в общем, конечно, затронет не только, например, писателей, да, в общем, мы понимаем, наверное, да, прежде всего, какими скандалами последними идет речь. Но, в целом, это же речь и о, не знаю, музыкантах, например, чьи треки до сих пор крутятся на каких-то рекомендательных сервисах, типа, там, Яндекс.Музыки, ВКонтакте и что-нибудь еще. Вот, создателей каких-то фильмов, кино и так далее, и так далее, вот, тоже такая, в общем, звоночек. Но, опять же, не последний, этот шоу должно продолжаться, поэтому депутат Госдумы Антон Горелкин, никто не будет, не ноунейм, как вам может показаться, а целый зампредкомитет по информополитике, информационным технологиям и связи. И, более того, с июля 23-го года еще и председатель правления РАЦИД, так называемый, это Региональный общественный центр интернет-технологий, это, на минутку, одна из старейших общественных организаций, которая занимается развитием РУНЕТа. Вот, то есть, в общем, не последний человек, наверное, как бы в отрасли, скажем так. Что-то страшное нам предложил. Да, в общем, он предложил, ну, он опубликовал пост о том, что, вот, Роскомнадзор посчитал за 2023 год в запрещенном, заблокированном в России Инстаграме, принадлежащем экстремистской компании МЕТа, российские рекламодатели потратили, сколько ты думаешь? Не знаю, триллион. Ну, нет, таких денег во всем рекламном рынке России нету, конечно же, да, там весь российский рекламный рынок оценивается что-то, по-моему, в 70 миллиардов, да? Ну, я думаю, что типа процентов 30 от... В общем, почти миллиард, 900 миллионов рублей, все равно много, учитывая, что площадка заблокированная. Площадка сблокированная, в этом смысле, но это то, что посчитал только... Но официально. Да, это те, кто отчитывался перед Роскомнадзором вот этими плашками, потому что многие же думали, что раз соцсеть запрещенная, то и плашечки вот эти в соответствии с новым законом о рекламе ставить не надо. Поэтому это вот... Ну, многие ставили, да, я и видела. Да, но это, в общем, то, что, в общем, буквально люди регистрировали в этих ОРД-системах и чем отчитывались Роскомнадзор напрямую. В общем, да, также при этом отмечается, что доходы крупных блогеров в этой соцсети, наоборот, за 23-й год выросли на 35%. Ну, возможно, это на фоне спада 22-го года, когда, да, блокировка происходила. Это просто Блиновская ушла, которая деньги сгребала все из запрещенных соцсетей. Там еще кто-то, знаешь, на кого завели дела, и вот с новой силой новые вздохнули. Слушай, подожди, так он предлагает что сделать? Запретить российским рекламодателям рекламироваться в запрещенных соцсетях, правильно? Да, именно так. Он напоминает, что он сейчас разрабатывает законопроект, который запретит госкомпаниям или компаниям с госучастием, видимо, рекламироваться на западных онлайн-платформах. Ну ладно, частный бизнес останется уже крупным. И поэтому он говорит, а на фоне вот этих данных об инстаграме запрещенном, а не нужно ли дополнить законопроект? А также запрещается любая вообще реклама резидентов России в запрещенных в России соцсетях. И что они будут делать с этим? Штрафовать? Вполне, а почему нет? Ну, не знаю. А почему нет? Это может так работать. И, кстати, это вызвало довольно большую реакцию. И, например, неожиданную один из псковских каналов, глупо скорец, как раз репостит, я так понимаю, канал известного священника Павла Островского. Где тот, в общем, громит депутата Горелкина, говорит, что тебе с большой зарплатой, буквально, да, там, хорошо это рассуждать, что легко перейти на другие какие-нибудь площадки. А вообще люди там деньги зарабатывали и потеряли деньги, и потеряли, как бы, базы. И, в общем, перейти в какие-то другие площадки не так уж и просто, и, в общем, это антинародная идея. Как ты думаешь? Я думаю, что все идеи, которые они озвучивают в последние пару лет, исключительно антинародные, поэтому, в принципе, ничего нового. Но, конечно, это трэш, потому что все равно, хоть ты и говоришь, например, что ты перестал, да, пользоваться там соцсетями запрещенными, но многие продолжают это делать. И ты прав, там действительно много мелкого всякого бизнеса, ну и по такой логике можно все объявить, как бы, за телеграмм, окей, тоже, пожалуйста, да, впоследствии. Саудовские, да, саудовские мессенджеры. Сейчас, как бы, они сделают, там, какую-то суперплатформу, например, по продажам, вот, что мы обсуждали вначале, это переманит какую-то, там, часть аудиторию, бизнеса, окей, а потом просто вы смотрите, так, что-то миллиарды надо нам, чтобы они шли напрямую нам, там, через наши социальные сети, ну и все, как бы, признают, да, дурова кем-нибудь, там, за что-нибудь. Ну, понимаешь, как бы, у этого нет конца и края просто. В общем, посмотрим, пройдет ли такой законопроект. То есть, то я давай ставки сделаю. Ну, это зампредкомитета профильного, поэтому обычно такие законопроекты, так или иначе, как-то не случайно появляются. Я ставлю 99, что все будет нормально, все схватит. Что все пройдет. Сначала сделают просто, ну, вот, на гос, госкомпаниям запретят, ну, чтобы не сразу, там, не возмутить, да, лишние какие-то, не создать потоки, ну, а дальше будут какие-то поправки, там, дополнения выносить потихонечку. Да, потому что по чуть-чуть надо отрезать хвост кошки по частям, вот, как всегда. Да, да, но еще у нас уже время, там, стремительно насчитает. Давай, чтобы успеть остальные новости. Еще про всякие запреты и прочее, прочее, прочее. Вот, в данном случае новость, как эхо на пресловутую голую вечеринку и вообще вот это стремительно... Запретили раздеваться, наконец-то. Да, да, буквально стремительно, стремительно, как бы, цементирующуюся морально-нравственную обстановку в России вообще и в соцсетях в частности, да. Вот, причем история на псковском материале. Так, так. Есть такой, в Пскове, ну, наверное, как назвать, спортсмен-танцор... Танцор, танцор, да. Танцор Иван Житков, ну, это же спорт еще признан, поэтому можно сказать, что ты спортсмен, который занимается... Вот, у него есть шоу-балет «Фиеста» и... У него своя студия танцевальная. Хореографическая, да, где, собственно, как бы он обучает... Очень известный человек вообще. Да, он, по-моему, даже в эфире у нас был. Вот, он обучает стрип-пластики и пол-дэнс, да, что важно объяснить, что вот стрип-пластика — это танцы, ну, не обязательно на пилоне, но очень часто на пилоне, да, ну, соответственно, в соответствующем одеянии, скажем там, на главное, на вот этих, так называемых, стрипах, это... Огромные такие туфли с огромным поклуком, платформа и такие прям вот как... Вот, и, соответственно, вот Иван Житков был заказан как... Номер, в общем. Да, номер его номер и его шоу-балета, или вообще шоу-балет, может, не его, не знаю, ладно, шоу-балетовского «Фиеста» и вот его... А, он солист «Фиеста» как раз. Номер на женском, ну, не знаю, девичнике, корпоративе на 8 марта, видимо, в Санкт-Петербурге. Не знаю, просто пишет как раз организатор вот мероприятий, свадебных и прочих, Вера Книськова, у нее в ВКонтакте, у нее указан адрес Санкт-Петербурга, да? Вот, и что произошло? В общем, он, соответственно, исполнил свой, ну, понятно, какой номер, да, мужчина, в общем, в каких-то там, наверное, облегающих... Ну, в общем, давай, скажем, не будем перевирать, скажем, как написано, что он был в сценическом костюме, в этих профессиональных туфлях, в которых танцуют эти танцы, да, этого направления. Ну, и, собственно говоря, вызвал этим восторг у зрителей, как написано. Поначалу, поначалу. У зрителей, я имею в виду, которые были в зале, и всем понравилось. Не всем, не всем, кто-то слил, понимаешь, не всем. Нет, подожди, я иду на мероприятие, мне очень нравится, я снимаю и выкладываю, а кто может посмотреть мои, например, там, какие-то сторисы, клипы и записи, это уже другой вопрос. И кто-то это увидел, возмутился, и вот организаторка пишет, что... Уже, да? Давай не будем. Феминитивов. Значит, пишет она, что уже написали в прокуратуру, да, какое-то письмо устраивает проверку. По соцсетям разгоняется, что вот устроили буквально чуть ли не ЛГБТ, там, порнографию какую-то на выступление, пропаганду. Пропагандой занимаются, да. Вот, причем, там, женщина написала просторный пост, напоминает, в общем, ну, там, буквально от сотворения мира до городка, где Стоянов играл в женских ролях и прочее, да. Про то, что на ТНТ шоу танцы, где, собственно, из три пластика полдэнс был и прочее, прочее, прочее. Ну, и, в общем, она подчеркивает, что это такая особенность просто стиля танцев, этого вида, да, спорта, что вот так выглядят костюмы, вот так это проходит. И главное, о чем она несколько раз, вот я читала пост и прям видела это, что она говорит, это не запрещено, нет закона, который это запрещает. Но, но при этом, если ты заметила так же, сразу же в нескольких абзацах по ходу текста она говорит, но я, конечно, разумный человек, я извиняюсь капсом, да, если кого-то это задело. В общем, мы ни в коем случае не хотели нарушить закон и прочее, то есть я так понимаю, что там проверка какая-то идет и, видимо, есть... Это просто трэш, понимаешь, мы скоро будем ходить на культурные какие-то творческие мероприятия, ну, я не имею в виду, да, где все поют и маршируют хором, как бы, это ходите, пожалуйста, сколько угодно. Я имею в виду на какие-то менее, там, типичные виды творчества, мы просто будем ходить, как на закрытые вечеринки, сдавать на входе телефоны, покупать тайно билеты, собираться в чьих-то квартирах. В этом, ну, как бы, есть что-то романтичное, конечно, но в общем и целом это просто трэш какой-то. Если ты, наверное, плохо смотришь, как бы, всяких федеральных новостей, потому что вот за последние пару месяцев уже было несколько таких громких сообщений о буквально облавах в каких-то, на таких закрытых каких-нибудь мероприятиях, куда, не брали на сотовый телефон или еще что-нибудь, и туда приезжает ОМОН уже. Не, на три мероприятия были облавы, а на 33 не было, так что... Пока что, на все, не все сразу, что называется. Если где-то еще не было, это не чья-то заслуга, а чья-то недоработка. Короче, если честно, это уже, ну, мы тут пытаемся, конечно, шутить, веселиться, потому что только лечь и плакать, как бы, остается. Это неизбежная, как бы, реакция, то есть, как бы, понятно, почему появился такой общественный, скажем, запрос, а запрос действительно появился, да, и даже не в плане СВО, не только, а вообще, как бы, эта тенденция более, там, дальняя, глубокая, лет последние 10, там, 15-20. Да, понимаешь, просто еще дело в том, что если бы не было никогда вот этого в России, и вдруг в такое время это откуда-то появилось и всплыло после всех запретов, там, как в виде каких-то протестов, окей, но когда это была культура, особенно спортивная, которая развивалась много лет, типа... Это, да, это отдельная история. В общем, мне кажется, что скоро, наверное, придумают какой-нибудь, ну, не знаю, там, цензурный комитет, где нужно будет сомнительные номера на всякий случай сначала показывать, худсоветы утверждать. Ну, конечно, да, да, песни, и все, ну, все, вот так только и будем жить. У нас мало времени остается, раз уж мы говорили про неспокойные времена, да, давай вот последнюю нашу тему затронем. Несколько дней назад, очередной раз, вчера, да, ой, позавчера, по-моему, многие псковичи, как бы, тревожно с утра полезли в соцсети, потому что услышали очень громкие взрывы, да, в общем, а никакой предварительной информации не было. Знаешь, что они увидели в социальных сетях в скрещении? Ничего, потому что никто теперь ни про что не пишет, и все владельцы городских сообществ, я вот, по крайней мере, промониторила то, что, ну, как бы, предпочитают не лезть на рожон, и ничего, никакие открытые обсуждения на тему, что же это взрывается, пока нет официальных подтверждений или какой-то информации никто не постит. Да, и вот тут, конечно, пример такой, ну, довольно быстро отреагировал канал губернатора Михаила Ведерникова, да, написали, что не беспокойтесь, тут начались учения с использованием РПГ, там, вот, но в чем проблема, собственно, это же раскидывается обычно по сетке, скажем, вот этих официальных каналов, которые, ну, мягко говоря, не пользуются популярностью, да, вот, даже если вы подписаны, условно говоря, там, на телеграм-канал губернатора, вот, как у меня, там, тысяча или, там, восемьсот каналов, я этот пост не увижу, да, он явно не закреплен, но его быстро смоет, как бы, в волне телеграма и прочее, вот, а, соответственно, за счет того, что информационное поле за, буквально, вот, зашлифовано, просто вот хорошо мы в МИДе работаем, да, мы в рабочих чатах, я там, например, быстро где-то увидел что-то, вот, а в какой-то момент я пропустил новости, там, занят был другим делом, например, или когда взрывали лед на реке, я тоже, как бы, засуетился, и пока, пока выяснял, в общем, прошло довольно много времени. Короче, да, есть ощущение, что какие-то плановые такие вещи, которые не несут никакой, там, секретности под собой, еще что-то нужно заранее и активно это форсить и как раз в соцсетях, и, да, с позиции, пускай власти, если по-другому, никак нельзя, но хотелось бы, чтобы, конечно, горожан оповещали, потому что люди пугаются, потому что непонятно, что происходит в разных регионах России. Ну, на фоне, да, на фоне того, что сейчас нам на юге происходит, в общем, явно нужна какая-то доработка вот этой системы оповещения, такой, чтобы люди сразу в любом, из любого утяга это видели, слышали и знали. А наше время, к сожалению, подошло к концу, до следующих встреч, берегите себя. Всем пока.